Салют игроманам! Из этого выпуска вы узнаете, чем новая Resident Evil внезапно покорила игроков, как авторы Hellblade собираются запутывать пользователей, и почему продолжение Fallout можно не ждать в этом десятилетии. Готовы? Тогда начинаем! Пожалуй, главное событие прошлой недели — онлайн-ивент, посвященный Resident Evil. На нем Capcom показала еще больше кадров из восьмой части, и не только. Итак, начнем с Village. Игра обзавелась двумя новыми трейлерами — сюжетным и геймплейным. В них представили центральную локацию, гигантский замок и прилегающую к нему деревню, рассказали про обновленную боевую систему с большим упором на рукопашку, а также уделили внимание новым противникам. Однако главной звездой презентации по итогу стала злодейка Леди Димитреску — вампирша, которая обладает внушительным ростом и не менее внушительным бюстом. Как и следовало ожидать, сеть уже забита пикантным фан-артом и косплеем. Что касается самой игры, то она сильно напоминает четвертую часть. Здесь и готический антураж, и враги с холодным оружием, и торговец, и почти полностью скопированный инвентарь. Познакомиться как минимум с первым аспектом владельцы PS5 могут уже сейчас. На консоли доступна демо-версия Village. Кстати, подтвердился давний слух. Игра действительно выйдет на приставках уходящего поколения и получит бесплатное обновление для Next Gen. Релиз назначен на 7 мая. Также стало официально известно, что Capcom все еще пытается поженить Resident Evil с онлайном. На смену неудачной Resistance придет столь же сомнительная Reverse. Судя по трейлеру, это просто королевская битва с участием самых популярных героев и монстров серий. Причем первые смогут прямо во время боя превращаться во вторых. На знакомые модельки и локации зачем-то нацепили селл-шейдинг, из-за чего все смотрится особенно дешево. Благо денег никто за Reverse не попросит. Она будет идти в качестве бесплатного бонуса к Village. А еще у Capcom будет коллапс с Ubisoft. Со 2 по 15 февраля в The Division 2 можно будет получить форму оперативника Stars, полицейского Raccoon City или наемника корпорации Umbrella. Впрочем, это наверняка не последний специальный ивент. Как-никак в этом году франшизе Resident Evil исполняется 25 лет. Пачка слухов о следующей Battlefield от проверенного инсайдера Тома Хендерсона. Он подтверждает давние разговоры о том, что Electronic Arts планирует мягко перезапустить серию. Показатели пятой части оказались далеки от ожиданий. Так что издательство стремится отойти от выдохшейся концепции. Новым ориентиром станет хитовая Battlefield 3. У нее игра позаимствует сеттинг современной войны и, так сказать, общую философию. Что там будет с одиночной кампанией, пока не ясно. Но вот мультиплеер пытаются сделать прорывным. В бою одновременно смогут участвовать аж 128 человек, правда только на девятом поколении консолей. Обладатели Xbox One и PS4 тоже получат игру, но в урезанном виде и с мультиплеером на 64 пользователя. И вообще, версию для пастгена создает даже не DICE, а какая-то левая наемная команда. Такие вот издержки перехода. Релиз ожидается в текущем году, но в каком квартале пока не ясно. Ждем подробностей. А известный инсайдер Тайлер МакВикер поделился своими прогнозами касательно будущего Bethesda. Учитывая то, что у него, по его же утверждениям, есть надежные источники информации, эти прогнозы вполне могут оказаться достоверными. Итак, с его слов, ближайшим крупным релизом студии станет Starfield. Однако это случится только через год или даже два. The Elder Scrolls 6 поспеет лишь к 26 или 27 году. Примерно тогда же стоит ждать Fallout New Vegas 2. Ее, скорее всего, анонсируют уже в ближайшее время. А вот полновесную Fallout 5 мы едва ли увидим в нынешнем десятилетии. Уж больно масштабные проекты уже находятся в разработке. Впрочем, это лишь мнение. Пусть и предположительно подкрепленное инсайдами. Как бы то ни было, нам остается лишь запастись терпением. Take-Two и Rockstar запатентовали некую систему и способ виртуальной навигации в игровой среде. Она предназначена для NPC, который управляет различным транспортом. Каждый из них получит собственные характеристики, что описывают ускорение, расстояние, время, тормозной путь, максимальную скорость и скорость поворотов. Таким образом, поведение болванчиков на дороге будет более реалистичным. Отмечается, что система может быть использована в мультиплеере или через облачные сервисы. В патенте не упоминаются проекты, где будет использована новая система. Однако одним из таких вполне может стать Grand Theft Auto 6. В апреле прошлого года СМИ сообщили, что следующей игрой Rockstar станет новая Grand Theft Auto. Тогда ее разработка находилась на очень ранней стадии. Nvidia выпустила свежий трейлер самого интригующего российского проекта — боевика Atomic Heart. В нем показано несколько фрагментов игрового процесса. Но основное внимание уделено, разумеется, графике, демонстрации трассировки лучей и DLSS. Однако для нас важнее сам факт публикации ролика. То, что его выпустила не сама студия-разработчик, а серьезная контора вроде Nvidia, подтверждает, что проекты впрямь жив и даже выглядит так, как показано. О сроках релиза игры все еще ничего не известно. Но выйти она должна на PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5. Предположительно, это случится уже в этом году. Студия Frogwares ответила на некоторые вопросы пользователей о своем детективе «Шерлок Холмс Chapter One». Прежде всего, в игре будет пять основных дел, которые объединены в рамках общей сюжетной линии о смерти матери Шерлока. Также игроков ждут более 30 дополнительных квестов, некоторые из которых не уступают по продолжительности основным. Оценить весь основной сюжет можно примерно за 12 часов, но на полное прохождение потребуется часов 40 или даже 50. Разработчики отмечают, что впервые в серии появится полноценный открытый мир, который будет доступен игроку сразу после закрытия первого дела. Герой сможет исследовать остров, находить дополнительные задания и, к примеру, открывать новые варианты одежды. Переодевания будут нужны для того, чтобы втираться в доверие к тем или иным персонажам и проникать в ранее недоступные локации. При этом в «Шерлок Холмс Chapter One» несколько концовок. Да и в самих заданиях исход может быть разным. Все зависит от того, кого и почему обвинил игрок. Соответственно, можно ошибиться и признать виновным абсолютно невиновного. Впрочем, это мы уже видели в предыдущих частях. А вот боевая система во франшизе появится впервые. Правда, схватки будут редкими. Что касается геймплея, пока что разработчики не готовы показывать его, ведь работа все еще ведется. «Шерлок Холмс Chapter One» выйдет в этом году на консолях обоих поколений и PC. Создатели Disco Elysium объявили, что работа над русским переводом игры практически завершена. Его добавят уже на этой неделе. Напомним, что над локализацией трудилась небольшая команда профессионалов, которая перед началом работы провела множество часов в Disco Elysium. Любители не самых изящных речевых оборотов из оригинала могут не переживать. Персонажи будут материться и на русском языке. По просьбе авторов, лишь одно слово оставили зацензуренным. То, которое на английском начинается на F и заканчивается на T. Сейчас разработчики готовятся к премьере финального расширенного издания с новыми локациями, персонажами и заданиями. В марте Disco Elysium The Final Cut выйдет на PS5, PS4 и ПК. А летом доберется до Xbox Series и Nintendo Switch. Ведущий специалист студии Team Ninja Fumihiko Yasuda в недавнем интервью рассказал, что сейчас команда не планирует работать над новыми частями Ninja Gaiden и Neo. Однако желание вернуться хотя бы к первой серии есть. Если такое случится, новинка будет создаваться в первую очередь для Xbox, для которой изначально делали первые выпуски современного перезапуска франшизы. А вот издавать Neo на Xbox, несмотря на релиз для PC, в Team Ninja не планируют. Судя по интервью, в компании есть четкое разделение франшиз для разных брендов. Neo ориентирован на PlayStation, тогда как Ninja Gaiden на консоли от Microsoft. В этом году Team Ninja должна анонсировать свою новую игру. Однако никаких подробностей о ней пока нет. Судя по всему, нас ждет новая интеллектуальная собственность. Ремастер Neo 2 выйдет на PS5 и PC уже 5 февраля. А вот другая контора со словом «Ниндзя» в названии, Ninja Theory, представила дневник разработки своей загадочной Project Mara. Ее анонсировали еще год назад, но с той поры не было ни слуху, ни духу. Действие всего проекта разворачивается в квартире, которая действительно существует в реальности. Поэтому перед командой стояла задача перенести ее в виртуальное пространство и желательно как можно более реалистично. После множества проб и ошибок, Ninja Theory удалось найти нужные технологии, а затем и создать инструменты для воплощения задуманного. Детализация окружения получилась невероятной. Однако многие детали не видны вблизи, для этого надо вглядываться. Результат впечатляет. При этом подобный уровень детализации разработчики планируют использовать для воздействия на игрока, чтобы притупить его сомнения в реальности происходящего. По словам разработчиков, Project Mara представляет собой приземленное изображение психологического ужаса, которое создается на базе впечатлений реальных людей. В игре намерены попробовать рассказывать историю нетрадиционными методами. Дату выхода и платформы при этом пока не называют. Вот и все за эту неделю. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и играйте только в лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok